Идея этой книги родилась случайно, когда я работал над другой книгой про Уолл-стрит и финансовую катастрофу 2008 года в Соединенных Штатах. Меня заинтересовала небольшая группа инвесторов, разбогатевших во время краха рынка низкокачественной ипотеки. Еще в 2004 году крупнейшие инвестиционные банки Уолл-стрит создали инструмент для собственного уничтожения. Дефолтный своп на низкокачественную ипотечную облигацию. Дефолтный своп позволял инвесторам делать ставки против любой облигации, продавать ее в короткую. Это был страховой полис, но необычный. Покупатель мог не владеть застрахованными активами. Ни одна страховая компания не может по закону продать вам полис страхования от пожара дома, принадлежащего другому лицу. А финансовые рынки могут и продают страховку от дефолта по чужим инвестициям. Сотни инвесторов безрассудно кинулись на рынок дефолтных свопов. Многие интуитивно считали, что подпитываемый долговым финансированием жилищный бум США был явлением временным. И лишь от силы человек пятнадцать не потеряли головы и сделали крупные ставки на то, что громадная доля американских финансовых ресурсов сгорит. Большинство из них управляли хедж-фондами в Лондоне и Нью-Йорке, а такие люди обычно избегают журналистов. Однако по этому вопросу в тот момент они были на удивление открыты. Каждый из них, судя по их рассказам, чувствовал себя единственным нормальным человеком в безумном мире, человеком в одиночестве, сидящем в лодке и наблюдающим столкновение Титаника с айсбергом. Некоторые из этих людей просто не могли молчать. Среди них был управляющий хедж-фондом Хейман Кэпитал из Далласа, штат Техас. Звали его Кайл Басс. Басс был уроженцем Техаса. Ему было под сорок, и первые семь лет своей карьеры он проработал в Биастернс, где торговал облигациями для фирм с Уолл-стрит. В конце 2006 года он взял половину из десяти миллионов долларов, которые заработал за это время, собрал из разных источников еще пятьсот миллионов долларов, создал хедж-фонд и сделал огромную ставку на то, что рынок низкокачественных ипотечных облигаций рухнет. Затем слетал в Нью-Йорк и предупредил старых друзей о том, что во многих сделках они тупо поставили не на ту лошадь. Трейдеры из Биастернс не прислушивались к его словам. «Занимайся своим риском, а о нашем мы позаботимся сами», — сказал ему один из них. К концу 2008 года, когда я приехал в Даллас на встречу с Басом, рынок низкокачественных ипотечных облигаций рухнул, а вместе с ним и Биастернс. Теперь он стал богатым и даже немного известным в инвестиционных кругах. Бас успел забыть о крахе низкокачественных ипотечных облигаций и направил мысли в другую сторону. Сорвав куш, он стал проявлять страстный интерес к государственным ценным бумагам. Как раз в то время правительство Соединенных Штатов принимало на баланс низкокачественные кредиты Биастернс и других банков Суэлл-стрит. В итоге Федеральная резервная система так или иначе нейтрализовала риск, связанный с сомнительными ценными бумагами, который оценивался почти в 2 триллиона долларов. Аналогично Федеральной резервной системе поступили правительства других богатых экономически развитых стран мира. Проблемные кредиты, предоставленные высокооплачиваемыми финансистами из частного сектора, взяли на себя национальное казначейство и центральные банки. По мнению Кайла Басса, финансовый кризис еще не закончился. Его просто смягчили своими гарантиями правительства богатых западных стран. Я целый день наблюдал за отчаянными спорами Басса с коллегами о том, куда это может привести. Они теперь говорили не об обвале нескольких облигаций. Речь шла о крахе целых стран. И у них была блестящая новая инвестиционная идея. Суть ее примерно сводилась к следующему. С 2002 года во многих богатых, развитых странах наблюдался своего рода лже-бум. То, что казалось экономическим ростом, на поверку было следствием заимствований, которые люди не могли вернуть. Согласно их грубой оценке, с 2002 года мировые долги, государственные и частные, выросли более чем в два раза. С 84 триллионов долларов до 195 триллионов долларов. Мировая история еще не знала такого накопления долгов, сказал Басс. Немаловажно, что крупные банки, которые предоставили изрядную часть кредитов, уже рассматривались не как частные предприятия, а как филиалы правительств своих стран, помощь которым во время кризиса гарантирована. Государственный долг богатых стран уже был на опасно высоком уровне, и в условиях кризиса продолжал расти. Но государственный долг этих стран уже не был формальным государственным долгом. Он фактически включал внутренние долги банковской системы страны, которые в случае возникновения нового кризиса перешли бы к правительству. Первым делом мы попытались установить, сказал Басс, масштабы этих банковских систем, особенно по сравнению с правительственными доходами. Мы потратили около четырех месяцев на сбор данных, никто ими не располагал. Когда числа сложили, результаты оказались поразительными. Ирландия, например, имеющая крупный и растущий годовой дефицит, накопила долг, который более чем в 25 раз превышал ее годовые налоговые поступления. Испания и Франция накопили долгов на сумму, превышающую годовые доходы более чем в 10 раз. В прошлом такие уровни госдолга приводили к дефолту правительства. Думаю, единственный выход для этих стран, сказал Басс, это начать по-настоящему сводить бюджет с профицитом. Да, только это случится, когда рак на горе свистнет. Ему, однако, хотелось убедиться в том, что он ничего не упустил из виду. «Я решил найти кого-нибудь, кто знает что-нибудь об истории суверенных дефолтов», сказал Басс. Он нашел ведущего специалиста по этой проблеме, профессора Гарвардского университета по имени Кеннет Рогов, который, как оказалось, готовил книгу по истории национального финансового краха «На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства» в соавторстве с коллегой Кармен Рейнхарт. «Когда мы познакомили Рогов с цифрами, сказал Басс, он откинулся на стуле и проговорил, даже не верится, что дело обстоит настолько плохо. Тогда я сказал, минуточку, вы первейший в мире специалист по суверенным балансам, палочка-выручалочка на случай суверенных бед. Вы преподавали в Принстоне вместе с Беном Бернанке. Вы познакомили Ларри Саммерса с его второй женой. Кому как не вам это знать? Я подумал, блин, и кому до этого есть дело? Отсюда его новая инвестиционная идея. Кризис низкокачественных ипотечных бумаг был симптомом, а не причиной. Глубокие социальные и экономические проблемы, которые породили его, остались. В тот момент, когда инвесторы осознали эту реальность, они перестали считать правительства крупных стран Запада абсолютно надежными и потребовали предоставить им более высокие процентные ставки. Когда процентные ставки по заимствованиям вырастали, эти правительства еще глубже увязали в долгах, что приводило к дальнейшему росту процентных ставок, по которым им приходилось брать взаймы. В некоторых особенно тревожных случаях Греция, Ирландия, Япония даже при небольшом росте процентных ставок уплата процентов по долгу полностью съедала бюджеты. К примеру, сказал Басс, если бы Японии пришлось занимать по французским ставкам, то одно только процентное бремя привело бы к банкротству правительства. Как только финансовые рынки начинали осознавать это, настроения инвесторов неизменно менялись. Как только настроения инвесторов менялись, эти правительства терпели крах. Когда доверие потеряно, его не вернуть. Просто не вернуть и все. А что потом? Финансовый кризис 2008 года приостановился только потому, что инвесторы полагали, будто правительство могли занять столько, сколько было нужно для спасения своих банков. А что случается, когда сами правительства теряют доверие? Назревал другой еще более серьезный финансовый кризис и единственное, что занимало Кайло Басса, когда это случится. В конце 2008 года он думал, что Греция может стать первой страной, которую он поразит, что вполне вероятно приведет к крушению евро. Он полагал, что это может произойти в ближайшие два года, но особой уверенности в сроках у него не было.